Добрый день! У микрофона Лев Гальштейн. За звукорежиссёрским пультом Галина Курылёва. И у нас в гостях сегодня Наталья Круг, член научно-информационного центра «Мемориал», дочь расстрелянного в 1938-м за якобы шпионаж в пользу Польши. Добрый день, Наталья Семеновна. Добрый день! Несколько слов вначале о вашем отце. Вы ведь тогда были ещё совсем ребёнком, там что-то год-два всего, да? Арестован он был в сентябре 1937 года, мне было там 10 месяцев, а расстрелян в январе, то есть год совсем небольшим. А когда вы узнали правду об отце? Да, правда, в общем-то, получилось, что я добиралась долго, потому что моя мама считала, что эта тема запретная. Она очень боялась, и никогда разговора об отце не было, но всё равно приходилось как-то вот, общаясь с людьми, и устраиваясь, допустим, в высшее учебное заведение, на работу, всё равно надо было отвечать на вопрос о родителе. И она мне сказала, что надо говорить, что он погиб на финской войне. Так я и делала, и очень долгое время. Когда я точно узнала, что он был репрессирован, я уже не могу вспомнить, но это было уже достаточно поздно. Арестован он был в Ленинграде? Да, он был инженером, работал в военном округе, и арестован он был в Левашово. Работал в Левашово, а жил в Ленинграде, вот так. Вы сейчас уже можете рассказать, как это всё было? Конечно, могу, потому что я после смерти мамы, я всё-таки в 90-е годы получила дело отца, и по этому делу я как бы познакомилась со своим отцом. Я сделала доклад на конференции, после этого статья появилась, «Следственное дело как источник биографических сведений». Вот в этой статье я описала, как всё это происходило, как я добиралась до правды об отце. В результате получилось, что информация была такая поэтапная и несколько противоречивая, скажем так. Мама получила в 1958 году реабилитационные всякие сведения и справку о смерти отца. Он якобы умер в 1943 году вместо прочерк от ишемической болезни. Я уже получила в 90-х годах справку, что он расстрелян в 1938 году, в январе месяце. Вот. Моя мама так и умерла в 1982 году, не зная истину о смерти отца. А какие-то подробности известны? Почему его арестовали? Это был донос или это просто выполнение так называемого плана по... Официально он писал, что он русский. На самом деле он поляк. Ему была такая акция борьба с поляками. И он попал, видимо, вот в это. И, конечно, там было всё, так сказать, устроено по определённому сценарию. Он был кандидатом в члены КПСС. И на партийном собрании выступили почти все. Ну, не почти все, а все выступили. И вот здесь в статье как раз я и привожу некоторые выдержки из разных выступлений. В общем, это, конечно, страшно. Какие тут на него шли не доносы, а просто мнения. И все были единогласны, что его надо исключить из партии. Сначала ему предъявили вредительство, а потом в процессе следствия ему переквалифицировали вредительство на шпионаж в пользу Польши. Ну, вот на этом собрании тут много всяких потрясающих выступлений. И, начиная с анкеты, кончая автобиографией, у Крука всё напутано. В одной автобиографии Крук написал, что пас коров. Этим он хотел сделать себя пастухом. И с другой автобиографии видно, что Крук пас свой скот из партии. Необходимо исключить. Ну, я хочу сказать, что он из Западной Украины. И потом он где-то в 14-летнем возрасте, во время войны, он бежал в Россию. И вот, в конце концов, он появился здесь, в Ленинграде, получил образование. И, в общем, стал сначала техником, а потом, в общем, инженером. И здесь вот они встретились с моей мамой и поженились. Есть тут допросы. И я уже говорила, что переквалифицировали на шпионскую деятельность. И на втором или третьем допросе я отметила с большим таким чувством горечи, что его подпись совершенно изменилась. И чувствовалось, что все его показания, которые уже противоречили первоначальным его показаниям, просто из него выбиты. И это для меня был очень тяжелый момент. Ну, сами понимаете, когда про отца читаешь такие показания, очень-очень тяжело. Здесь, в этой статье, в итоге написало, что в результате исследования следственного дела я могу составить биографию своего отца. То есть до того я вообще не знала ни, где он родился, ни его какие-то основные этапы жизни, ни где он работал. Я ничего не знала. И в результате появилась такая биография моего отца. Семен Петрович Круг родился 7 сентября 1901 года в местечке Опалин Гущанской волости Владимирово-Волынского уезда Волынской губернии, Польша. Социальное происхождение из крестьян-середняков. Кроме него в семье четыре брата. Их мать рано умерла. До 15-го года семья имела дом с надворными постройками, одну лошадь, две коровы. Земельный надел равнялся 3,5 га. С 15-го года Круг Беженец вместе с семьей находился в станице Темиржбекской Кубанской области. После революции работал по найму. С 20-го по 24-й год служил в Красной армии отделенным командиром либо рядовым красноармейцем. Ну вот тут разночтение есть. В начале 20-х годов был членом ВЛКСМ, а в 23-м исключен по обвинению в принадлежности к троцкистской платформе по вопросу о НЭПе. Согласно протоколу допроса, Круг в 21-м году исключен не только из ВЛКСМ, но и из военной школы. Кандидат в члены КПСС с 30-го года. Каким-то образом Круг оказался в Ленинграде. Согласно анкете арестованного, окончил вечерний рабочий строительный техникум. Согласно же протоколу допроса от 37-го, окончил вечерний институт в 33-м. С 25-го по началу 30-х годов работал в специальном проектном бюро завода «Красный треугольник». Затем до 33-го года работал в Кронштадте, в Коммунстрое. В 33-м поступил на работу техником. В СКО и ЛВО направлен на работу в 228-й УВСР. Был женат на Лидии Сергеевны, это первый брак. Имел дочь Ирину, 1930-го года рождения. В 35-м круг женился на Лидии Андреевне Гординской, моя мама. В анкете значится еще сын Александр. Что касается братьев Семена Петровича, сведения весьма противоречивые. То ли все они крестьянствовали, то ли кто-то из них служил в царской армии. Разобраться в этом теперь трудно. Многие родственники жили в Польше. Один дядя в Соединенных Штатах Америки. На закрытом партийном собрании 37-го года, 28-го сентября, отец был исключен из кандидатов членов ВКПБ. В тот же день арестован по обвинению в участии в контрреволюционной вредительской группе на военном строительстве. В процессе следствия обвинение во вредительстве сменилось обвинением в шпионаже в пользу Польши. Круг 17 января 1938 года в особом порядке осужден к высшей мере наказания комиссии НКВД и прокурора СССР. Семен Петрович Круг был расстрелян 25 января 1938 года. Реабилитирован постановлением ВТЛНВО 7 апреля 1958 года. Что мне еще хочется зачитать из этого? Хочу закончить воспоминанием. В 1970 году я поступила на работу в систематический каталог библиотеки Академии наук СССР. Я стала работать в секторе технических и физико-математических наук. В моем ведении были и по сей день остаются каталоги по горному делу, машиностроению, приборостроению, легкой промышленности и другие. Какие-то из этих разделов до меня вел Онищин Петр Михайлович, инженер-полковник в отставке. Перед моим приходом в библиотеку он уволился. Мы познакомились. Оказалось, что Петр Михайлович работал вместе с моим отцом на 228 УВСР СКО ЛВО. Он хорошо отзывался о моем отце, говорил, что отец был способным инженером. Спасибо за эту информацию, Наталья Семеновна. Когда вы пришли в общество «Мемориал», в научно-информационный центр «Мемориал», чем вы стали заниматься? И когда это было? Я пришла где-то в конце 92-го года. Тогда руководил центром Вениамина Викторовича Иоффе, и мы решили, что я возьмусь за тему шарашки. Конечно, читали в своё время Саввеницына в круге первого. Конечно, конечно. Вот я после того, как прочитала, как-то решила, что поскольку в библиотеке я занимаюсь технической литературой, то есть набирая какие-то знания по технике, я, может быть, и могу справиться. И вроде как получилось более-менее удачно. А в чём суть ваших исследований? Что вы нашли? Я занимаюсь ленинградскими шарашками. В 90-е годы всё-таки архивы были более-менее открыты. Люди, которые были связаны с шарашками, были живы. И я собирала интервью, я ходила в архивы, и я набрала довольно большой материал по шарашкам. Но, конечно, ограничения – вот ленинградские шарашки. Расскажите о чём-нибудь, о какой-нибудь шарашке, например. Что такое шарашки? Как они были организованы и что явилось толчком для создания шарашек у нас в Советском Союзе? В период 1928-1930 годов были испытаны 14 моделей самолётов, 7 из которых разбились. Оказался сорванным проект перевооружения ВВС РКК новыми типами самолётов-истребителей, так называемый закат 1927 года. И в результате в заключение попала значительная часть инженерных кадров. Таким образом, промышленность потеряла многих хороших специалистов. Ну и стали думать, как вот всё-таки справиться с этими техническими задачами, потому что надо было вот этой Советской Республике как-то выживать. И вот создали внутри системы ГУЛАГа особое техническое бюро или особое конструкторское бюро, они ещё и по-другому назывались, которые занимались проектно-конструкторской работой, нацеленной на военные заказы. Фактически это было использование арабского труда в научно-связовских институтах или в конструкторских бюрох. Совершенно верно. Но смысл этих шарашек, вот как говорят исследователи некоторые, усиление контроля и концентрации творческих сил на том и ином задании. То есть это были организации, предназначенные для чрезвычайных задач максимально сжатые сроки. И мне очень нравится, как Солженицын формулирует устами своего персонажа в круге первом, что такое шарашки. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших учёных. Начинает бороться за имя, за славу, за сталинскую премию. Поэтому все конструкторские бюро на воле – это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашки ни слава, ни деньги никому не грозят. Этому полстакана сметаны и этому полстакана сметаны. Может, и запретём что-нибудь? Давайте. Так создано многое в нашей науке. И в этом основная идея шарашек. Что касается конкретных шарашек, то я могу сказать, что наиболее такие интересные шарашки – это ОКБ-172, которая работала в тюрьме «Кресты». Она занималась морской артиллерией. Вторая шарашка – ОКБ-5. Это нынешний завод «Алмаз». Занималась торпедными катерами. Третья шарашка – ОКБ-196. Это на судомехе шарашка занималась подводными лодками. И что самое удивительное, вот именно эти три шарашки я привела как пример. Все три эти шарашки получили сталинскую премию. Несмотря на то, что работали в заключении. А что хитро сделали? Когда уже результаты были налицо, этих участников вот этой тематики, которая была представлена на сталинскую премию, освободили. И они уже продолжали работать как вольнонаемные. И их уже как вольнонаемных наградили сталинской премией. То есть не заключенных как бы награждали, но всю работу они проделали в качестве заключенных. Может быть, какие-то сейчас вспоминаются подробности из того, что вы исследовали? Тут много подробностей. Что касается вот этого ОКБ-196, занимались они в итоге на последнем этапе двигателями. Для подводных лодок? Да, конечно. И ученые были очень талантливые, конструкторы талантливые. Конечно, они с задачами справлялись, но все-таки то, что они были изолированы от внешнего мира, лишены возможности использовать опыт работы по этим установкам, опыт работы зарубежный, и доходили до них только отрывочные сведения. И это привело, конечно, к ряду ошибок, и очень даже серьезных. Так, например, в результате этих ошибок они не учли, например, что возможны, там сложно это все объяснять, возможны пожары в ряде случаев. И на испытаниях даже произошла такая страшная вещь, как вот один из этой группы, он даже руководил этой группой, Дмитриевский, погиб во время испытаний подводной лодки, именно из-за пожара. Вот такие вот моменты сложные, конечно, были. Потом я хочу сказать, что в 1948 году, когда вот эту группу освободили, то их перевели вскоре в другое, уже не ГУЛАГовское ОКБ, точнее ЦКБ-18. Так вот, это ЦКБ-18 с 12 апреля 1999 года, оно стало называться федеральное государственное унитарное предприятие Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», которое является главной в стране проектно-конструкторской организацией в области подводного кораблестроения. То есть, понимаете, вот эта тюремная шарашка, она была филиалом вот этого крупнейшего, известного всему миру проектно-конструкторского бюро «Рубин». Просто насколько значима была работа вот этих учёных-конструкторов в шарашках, вот этот факт об этом тоже говорит. Я смотрю, что у вас там в тексте приведены какие-то стихи. Да, есть такие стихи. И был такой Григорий Дмитриевич Ляхов, и он тоже работал в ОКБ 196. И у него есть поэма. Он рассказывает о себе, и в том числе о пребывании своём в ОКБ 196. А может быть, какой-то фрагмент? Вот Март пришёл в 20-х числах. Мы на завод привезены. На тот завод. Это он говорит о том, что они уже вернулись из эвакуации. ОКБ 196 было в эвакуации во время войны. И вот в марте 46-го они в 20-х числах мы на завод привезены. На тот завод, который в мыслях моих хранился в дни войны. Здесь помещений было мало, по коридору за дверьми довольно много пустовало, но не были мы стеснены. Все мы теперь ложились на ночь не в те кровати с мелкой сеткой. Сварил нам кущ Иван Демьянович. В себе, конечно, с сеткой редкой. Тогда ещё в Зеленодольске, это под Казанью, железный для всех кровати. Из дерева изъяли вовсе, чтобы нам не лазить на палате. Кровати эти привезли с этапом на завод для нас. Вот в этих-то и спали мы. На досках там лежал матрас. Пришёл и май, и день победы. Войны дни минули давно, а мы сидим, и нет надежды, не говорят нам ничего. У нас создался филиал, народ у нас частично взяли. Свободней стал проектный зал, но в спальнях мы все вместе спали. Июль и август миновали, и вот сентябрь уже идёт, и нам свободы не давали, и даже зло меня берёт. В сентябре же месяц 26, стоит число в календаре, и в этот день приходит весь, дадут сейчас свободу мне. Вот такой отрывок из поэмы. Наталья Семёновна, ну, у нас есть ещё немного времени, может быть, ещё какой-то эпизод из жизни шарышек. Ну, вот ещё есть ОКБ-5, которая занималась торпедными катерами. Знаете, вообще тоже и очень интересный момент. Есть воспоминания. Работали над торпедным катером несколько человек, конечно, и потом Борис Павлович Соколов, его освободили, и вскоре его выслали в Сибирь. А он очень активно участвовал в создании вот этого торпедного катера 183. И коллектив конструкторов был представлен на сталинскую премию. А ему писал письма в Сибирь другой человек, тоже сотрудник вот этого ОКБ, Евгений Аполлинарьевич Попов. Он говорил о том, что в коллективе вот этих конструкторов обязательно будет присутствовать Борис Павлович. А потом перестал писать Попов. И вдруг Борис Павлович Соколов в газете обнаруживает, что премию дали, что его фамилии там нет, а есть фамилия Попова, который, в общем-то, практически не был таким крупным конструктором. Ну и началась переписка с комитетом по сталинским премиям. Почему вот он не включен? Но в результате вот этой переписки его все равно официально не включили, как лауреата сталинской премии, но денежную часть выплатили. Вот такая история. То есть там были очень... Такие трудные отношения. Да. А как же? Конечно, как везде в жизни. У нас в студии Наталья Круг, член научно-информационного центра «Мемориал», дочь расстрелянного в 1938-м за якобы шпионаж в пользу Польши. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции Эхо мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы, и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно. Делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео. И, конечно же, с помощью вашего пожертвования, как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наши коронные фразы про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи. Канал «Ищем выход». Зима закончится. Программа «Узники ГУЛАГа». У микрофона Лев Гальштейн. За звукорежиссерским пультом Галина Курылева. У нас в студии Наталья Круг, член научно-информационного центра «Мемориал. Дочь расстрелянного в 1938-м за якобы шпионаж в пользу Польши и следователь шарашек». Продолжаем разговор на эту тему. У меня есть статья «Еще последние шарашки. СТБ, МВД в металлострое». В 1953-м году, после смерти Сталина, шарашки стали сворачивать. Но, во-первых, больно наёмных всех перевели. Во-вторых, у тех, у кого там уже срок, наверное, приближался к выходу на волю, но ещё какая-то масса людей осталась, ну, должны были отсидеть ещё какие-то сроки. И их были такие шарашки, в которых вот этих всех оставшихся собирали. И даже более того, не то, что были, а в металлострое вообще вновь организовали новую шарашку, чтобы вот этих оставшихся свести туда, и чтобы они там доживали какой-то срок. Эту шарашку в металлострое в основном составляли заключённые из ОКБ «Кресты», артиллерийская шарашка, и из Красногорска, это подмосковная шарашка. Там был такой забавный эпизод. Я хочу даже привести пример. Есть воспоминания Акулова о шарашках, он был в двух шарашках, и у него воспоминания и о крестах, и о металлострое. И мне как-то нравится, что ли, такая ситуация, которая возникла в шарашке металлострое. Там у них была вот эта вот культурная... Культурно-воспитательная часть? Да, культурно-воспитательная часть. И они там, конечно, пьесы ставили, но в основном, как-то тут говорится, о музыкальных представлениях. Вот такой эпизод интересный получился. Начальник КВЦ попросил руководителя оркестра подготовить программу праздничного вечера в клубе в связи с октябрьскими праздниками. Программу подготовили. Начальник КВЦ сказал, что заместитель начальника лагеря майор Пахомов хочет лично познакомиться с программой на генеральной репетиции. И более того, что майор Пахомов очень культурный человек. Он даже в хоре пел когда-то. Майор, вероятно, не очень доверял врагам народа подготовку такого ответственного с его точки зрения политического мероприятия, как вечер заключенных, посвященных празднику Октябрьской революции. На генеральной репетиции все шло довольно гладко, до тех пор, пока на сцене не появился дуэт. Объявили гулаг Артемовский попури на тему оперы Запорожец за Дунаем. Постойте, постойте, запротестовал майор. Причем здесь гулаг? Что это за намеки? Пришлось долго объяснять, что гулаг это часть фамилии композитора. Майор подумал и сказал, все-таки, чтобы не было недоразумений, объявляйте только вторую часть фамилии. Вот такой забавный эпизод был. Да, то есть было там время и вот на такие импровизации, на такие выступления. Да. Скажите, пожалуйста, вот смерть Сталина, что было для вас? Вы тогда уже что-то понимали? Я была в девятом классе. Вы знаете, трудно было сказать, что это я уже что-то подозревала, но как-то не очень. Я понимала, но во всяком случае какого-то, какой-то скорби у меня не было. Не было скорби. Вокруг народ там собирался в Москву ехать, плакали, всё. Вот. А как вы это объясняете сейчас уже? Почему? Ну, потому что несмотря на все запреты, всё-таки что-то я чувствовала, что всё-таки неладно что-то такое. Конечно. Ну, уже в общем-то в девятом классе я достаточно взрослым человеком. ну, не очень взрослым, но всё-таки, всё-таки. А когда вы узнали больше правды, какие годы? Вы знаете, я об этом думала, и я не могу точно сказать, когда вот произошло, но это было как-то постепенно и очень дозировано, вот эти узнавания. ну, если уж так говорить, то это когда я с делом-то познакомилась, вот тогда-то я всё и узнала и поняла. То есть 90-е годы? Это было середина 90-х годов, да. И вы знаете, этот вот тоже такой поход был в этот следственный дом, этот. Сначала я брала дело, потом я пришла в мемориал, Вениамин Викторович мне сказал, что ж вы не пришли, мы бы отксерокопировали. Пришлось второй раз идти, и тогда уже отксерокопировали это дело, и, значит, оно сейчас есть и в мемориале, и у меня, потому что я с этого дела уже для себя отксерокопировала. И уже, так сказать, для меня всё это так. Ну, и сейчас вы продолжаете работать в научно-информационном центре? Обязательно, да. И этой же темой занимаетесь? Я очень удачно так получилось, что в 90-е годы всё-таки я сумела набрать достаточно много материала. А вот осмыслить я вот сейчас вот его осмысливаю, но, к сожалению, сейчас архивы не очень открыты. Те, кто как-то был связан с шарашками, либо уходят из жизни, либо уже, так сказать, никак. Вот. Поэтому сейчас вот трудности с набором информации, конечно, имеет место быть, но пока, вот, ещё пока так. Есть, конечно, такие намётки, может быть, сделать книгу по уже имеющейся информации, ну, в общем, или же сборник статей, вот, ну, посмотрим. Это, так сказать, мечта, мечта. А почему вы считаете для себя важным продолжать эту работу? Ну, мне она интересна, и потом, в общем-то, хотя это как-то не относится непосредственно к моему отцу, но всё-таки это тоже работает на память таких, как он. Нужна ли следующим поколениям эта память? Вот это я не могу сказать, но надо сделать, что в наших силах, что мы знаем, оставить, и, возможно, кому-то это будет нужно. А зачем? Ну, надо, надо всё-таки знать свою историю, надо всё-таки, не зная истории своей страны, мы можем вторично пройти по этому пути, или третично, или как-то так, в который раз. А угроза этого есть сейчас, как вы думаете? Я думаю, всегда она есть. Всегда она есть. Ну что же, спасибо большое. Наталья Круг, член научно-информационного центра «Мемориал», дочь расстрелянного в 1938-м за якобы шпионаж в пользу Польши, исследователь Шарашек, была в студии «Эхо Петербурга». Спасибо. УЗНИКИ ГУЛАГа обеспечения Редактор субтитров Шарашек, 事 Продолжение следует...